Фактическое отстранение российских легкоатлетов от Олимпиады в Рио, о котором упоминал Владимир Путин на Петербургском форуме, сейчас обсуждают многие. В Госдуме решение Международной ассоциации оставить в силе дисквалификацию нашей Национальной Федерации назвали варварским. Ведь страдают от него не только те, кто попался на допинге, но и чистые спортсмены. В данном случае получилось так, что презумпцию невиновности фактически осквернили и применили совершенно противоположный варварский принцип, который называется принцип коллективной ответственности. Даже в 20 веке уже считалось, что мы от этого принципа ушли. С точки зрения права, это беспрецедентный случай. Я уже не говорю про права страны и болельщиков. То, что принято решение беспрецедентное и несправедливое, отмечает даже западная пресса. По мнению журналистов Американской Wall Street Journal, дело не только в допинге. Это политически мотивированный шаг, который бросает большую тень на августовскую Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Решение, которое еще должно быть утверждено Международным Олимпийским комитетом, является практически беспрецедентным для Олимпийского движения, которому в прошлом удавалось избегать назначения коллективной ответственности за нарушение с допингом. Заседание МОК, где будет окончательно определена судьба наших легкоатлетов, пройдет 21 июня. Шансы на то, что к соревнованиям допустят тех, кто не был замечен в употреблении запрещенных препаратов, есть. Правда, оптимизма на этот счет не добавляют последние заявления руководства Международного Олимпийского комитета. Как сказал его вице-президент Джон Коутс, решение вряд ли будет отменено, поскольку отстранение Национальной ассоциации – это право именно Международной легкоатлетической федерации.